Доброе утро, дорогие друзья! У нас с вами сегодня понедельник, недельная глава Ху-ката. Она рассказывает о нескольких вещах. О Красной Короле, которая очищала людей, о взрыве гнева Маше и о том, что Маше и Аарон вынесен был приговор, что они не войдут в землю Израиля. В этой недельной главе мы наблюдаем уход Мирьям, сестры Маше и Аарона. Мы видим чудо у реки Арнон, совершенно невероятное, о котором мы говорим, победа над великанами Сихоном и Огом. Ну то есть прямо сказочный, романтический такой рассказ. Но мы несколько о другом скажем. Итак, Маше Робейну, вместо того, чтобы сказать, как сказал Бог, дай воду людям, он ударил по ней палкой. И в результате Бог сказал, ты не войдешь в землю Израиля. Одна из причин, по которой считают, произошло это, это внезапный гнев великого Маше. Он долго терпел, вот в этот момент, как говорят некоторые, сорвался. И тем не менее, смотрите, Тора пишет о недостатках наших великих праотцов с такой же откровенностью. И может быть это еще одно доказательство вообще подлинности великолепной этой книги. Потому что никогда вы не увидите там рассказы о царях, когда он пишет там, царь Дворец пишет, да он блестящий, он умный. Здесь не так. Да, это был человек со своими сложностями, в частности с гневом. Гнев это одно из самых худших качеств человека. Гнев это, как сказали мудрецы, гнев это внезапное сумасшествие. Гнев это признак глупости. И сказано в книге Каэллет, гнев княздится в сердце глупых. Умный человек начинает хоть рано или поздно научиться владеть собой. И не попадает под воздействие этой глупой привычки. Человек, который вообще гневливый, он написано, все силы ада царствуют на нем. Человек должен с этим бороться, как со самой смертельной опасностью. Написано, что если вы вспыльчивы, постарайтесь руководствоваться мудрым наставлением еврейского поэта и философа Соломона Ибн Гавриэля. Я могу отказаться от того, что еще не сказал. Но я не смогу забрать обратно то, что уже мной сказано. Очень часто человек что-то сказал, потом, ой, что же я наговорил, а уже смотришь, а уже люди на тебя вернутся, ничего нельзя, короче. Вы знаете, вот как бы сдерживая себя, работая над собой, мы хоть чем-то помогаем сегодняшнему миру, который без нас разрывает и так злость, непонимание и всего остальное. Человечество буквально одержимо сегодня конвульсиями злобы. Мы будто живем в густом лесу в окружении диких каких-то хищных зверей. Ведь посмотрите, государство враждует государством, внутри одной страны враждует различные группы, в одном народе партии враждует с партией, все против всех, каждый один считает зеленое, а тот красное, и они готовы разорвать друг друга. Написано у наших пророков, что именно такая будет эпоха перед приходом Машеха. Написано, и напущу я каждого человека на его ближнего, пророк Захарий это сказал. Именно поэтому, именно поэтому сегодня важно хотя бы внести какой-то маленький вклад в копилку добра. Именно сегодня, наверное, сам как никогда в истории мира, очень важно где-то улыбнуться, где-то проявить добро. С точки зрения иудаизма, когда мы сдерживаем себя вообще в какой-то сложной ситуации, и не даем себе сердиться на кого-то, или взрываться, обижать кого-то, не разрушаем чувствовать свое превосходство над кем-то, или смеяться над недостатками кого-то, когда мы побеждаем какую-то свою жадность, зависть, мы становимся настоящими супергероями. Бэтменами. Нет, как это сказать правильно? Мы можем превратить себя в настоящих великих людей, таких, на которых небо смотрит с улыбкой. Только простым методом, сдерживая себя, мы становимся участниками, точнее соучастниками Творца в улучшении этого мира. Есть еще одна важная вещь. Надо судить всех людей с хорошей точки зрения. Надо находить любым событиям оправдания, любым действиям, потому что это очень важно. Рассказывал Бал Шентов великолепную вещь. В небесном суде никто не имеет права судить нас за то, что мы делали, пребывая на земле. Когда мы через 120 лет уходим из этого мира, как это происходит? Нам показывают чью-то жизнь. Все ее провалы, достижения, решения, поступки. Спрашивают, так что ты скажешь про этого человека? И ты выносишь приговор, который принимается, после чего выясняется, что некто это вы. Человек не в состоянии. Ему не дается возможность понять, что это он. Конечно, тот, кто склонен судить других не очень строго, определенно выиграет. Лучше уже сейчас, до 120 лет, это учесть. Браховая цлаха, давайте всю неделю будем больше улыбаться, меньше злиться и уж точно ни на кого не срываться. Браховая цлаха.